Всем привет, друзья! Наконец-то я считаю мастерскую законченной, ну практически, потому что основную часть я доделала. Наконец-то теперь я могу вставлять мебель, заниматься проектами, такими как дверцы для стеллажей, что будет уже в следующем видео. И, собственно, могу приступать к работе. Остались вот какие-то детали, которыми мы сегодня, например, займемся. А именно, сейчас я покажу. Вот так я сделала стены. Потолок белый. Поставили антресоли на шкаф. Ну и с другой стороны комнату покажу. Я уже поставила стеллажи, ну примерно где-нибудь стоять, пока не уверена, будет ли здесь. Повесила шторы. Осталось их только отпарить. И все, собственно. Вот. Что осталось сделать? Осталось покрасить вот эту дверь в черный. В черном он будет. И модернизировать вот этот шкаф. Тоже с черным. Но это мы сейчас как раз и займемся. Ну и еще мой рабочий стол, как бельмо, неподходящее по цвету. Мы тоже покрасим в черный цвет. И я его тоже немножко декорирую. Сейчас я вам еще покажу батарею. Батарея получилась вот такая. Специально ее так забрызгала. Покрыла радиаторной краской. И вот сверху добавила брызги. Сразу хочу оговориться. Я сейчас буду покрывать... Это ручная роспись была. Ну, в свое время. Вот. И покрыто это все лаком. Я не буду ни шкурить, ни снимать лак. Вы так, конечно же, не делайте. Это не мастер-класс. У этой двери, по сути, никакой функциональности не будет. И даже если краска где-то слезет, это не важно, потому что пишется в стиль. Вот. Поэтому я просто сверху покрою это черной краской. Так, ну что. Первый слой я нанесла. Естественно, выглядит это все плешенько. Красить по лаку это просто неблагодарное дело. Но как есть. Поэтому оставляем эту дверь на пару часов, пока высохнет первый слой. И сейчас пока приступаем к краске этого прекрасного советского шкафа. Покрасила внутри рамок черным, но мне не нравится. Поэтому мы сейчас будем исправлять положение с помощью пульверизатора. Развела пожиже красочку. Пульверизатор. Сейчас будем исправлять. Пульверизатор. Сделала вот с такими потеками интересными. А внизу оставила более темный. Поэтому получился вот такой градиент. Вот. Когда это подсохнет, я еще, наверное, сверху белыми вкраплениями сделаю. Так, в принципе, мне вот очень даже нравится. Также, наверное, я поступлю и с дверью. Ну вот, так намного лучше. Хотя бы все-таки писалось. Интерьер. Видишь, как-то тоже. Но, как раз уж я начала, надо и все точно так же сделать. Сегодня уже новый день. Решила оправдывать свое художественное образование. А вот эти брызги похожи на плакучую иву. Вот. Поэтому я решила дополнить образ. И несколько стволов дорисовать. Блин. В своем сраче сейчас не могу найти кисти все. Нашла единственную тоненькую кисточку. Но нет сил искать. Попробую нарисовать тем, что есть. Так, хотя, конечно, плоская синтетика здесь бы подошла. Ну, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Так, значит, серенький мы нарисовали. Теперь добавила немножко черного колера в краску. Хочу сделать плановость. Чем ближе к нам объект, тем должен быть темнее. Хотя парадокс казалось, зачем дальше, тем темнее. Но нет. Ну и завершающий круг. Развела почти черный. Темно-серый такой. Ну, в общем, как-то так получилось. Вот, остался последний штрих. Нужно от верхушки грубые спрятать под так называемой листвой. Поэтому берем кисть. И сейчас будем делать брызги. Разбавляю немножко водичкой белую краску. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот, прикручивается шкафчик. В следующем видео я покажу, как я буду раскрашивать вот этот большой рабочий стол. Расскажите хоть, как ваше лето проходит. Я вот сегодня только заметила, что уже практически середина июля. А я торчу в квартире и делаю ремонт. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока.